Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 20 апреля. Святители Ветран и Сиатим были епископами Малой Скифии, простиравшейся от Устья Дуная к Фракии. Кафедрами их епархии располагалась в городе Томе, в Чисте-Джи, были они Скифами. О святителе Ветране повествует церковный историк Сазамен. Когда император Валент в 364-378 годы прибыл в Томе, он в церкви стал убеждать святителя войти в общение с орианами. Святитель Ветран смело ответил, что он придерживается учения святых никейских отцов, и чтобы избежать дальнейших словопрений, перешел в другую церковь города. За ним последовал и весь народ. В опустевшей церкви остался лишь император со своей свитой. За такую дерзость император отправил святителя в ссылку, но тут же испугался ропота народа и освободил его. Скифы любили своего архипастора и отзывались о нем, как о добром и святом мужа. Другой историк Чиадарит писал о святителе, и Ветран, сиявший всякой добродетелью и властью архипасторя, правивший городами всей Скифи, воспоминял свой дух ревностью и обличал еретиков в порче догматов и в беззаконии по отношению к святым. Он с богодухновенным Давидом говорил «Глаголах о сведениях твоих перед цари и не стыдяхся». Скончался святитель Ветран, вероятно, вскоре после обличения императора Валента. Память его в деяниях святых показана 25 января. На Втором Вселенском соборе в 381 году присутствовал уже преемник святителя Ветрана, епископ Томский Геронтий, вслед за которым кафедру занял святитель Феатим. В 392 году святитель Феатим уже был известен блаженному Иерониму как писатель и епископ. Святитель Феатим присутствовал на соборе 399 года, где святитель Иоанн Златоуст рассматривал дело о эфесском епископе. В 402 году, когда святитель Епифаний Кипрский, умерший в 403, настоятельно требовал от святителя Иоанна Златоуста и других епископов вынести осуждение Оригену, святитель Феатим писал, «Неблагочестиво оскорблять давно скончавшегося, восставать против суда древних и отвергнуть одобренное ими». Он принес одно из сочинений Оригена, прочитал его и показал, что прочитанное полезно церквам прибавил. «Те, которые осуждают эти книги, поносят и то, о чем здесь говорится». Святитель Феатим много ездил по епархии. Его христианская любовь простиралась и на непросвещенных еще светом Евангелия гуннов. Благотворительностью и лаской святитель старался привлечь их к истинной вере. Сила чудес, совершенных святителем именем Иисуса Христа, так поразила язычников, что они прозвали его римским богом. Однажды, когда во время путешествия святителю и его спутникам угрожала смертельная опасность от гуннов, святитель начал горячо молиться, и все остались невидимы для них. А в другой раз, когда какой-то гун пытался заорканить святителя, рука его застыла в воздухе, и лишь тогда освободилась от невидимых уст, когда святитель Феатим по просьбе других гуннов помолился о нем Богу. Святитель Феатим держался простого образа жизни, пищу вкушал не в одно и то же время, но лишь когда чувствовал голод или жажду. Блаженный Иероним писал о нем, Феатим, скистский епископ Том, издал в разговорах по образцам древнего красноречия краткие прекрасные трактаты, и, как слышу, пишет и другие сочинения. Известно, что святитель Феатим написал сочинения об учении спасителя, «Против идолов», «Толкование на бытие», «Толкование на текст», «Если принесешь дар твоих жертвеннику о посте» В четырех последних сочинений преподобный Иоанн Дамаскин поместил несколько мест в свои параллели. Святитель Феатим мирно почил около 412 года. Память его в Деяниях Святых показана 20 апреля. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.